Спокойно-таки крутить своего противника, делать с ним все, что вы хотите, при том, что я особо так и не замечаю, что у нас прям жестко пофиксен урон, но заморозка, конечно, это просто божественное, просто вот так вот делаешь, просто делаешь вот так вот, переключаешься уже на другого, тот пока еще там повернет свою башню, этого можно уже добить. И всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик, и сегодня мы будем покупать новое устройство и проводить новый тест на нагибчик, на моем нагибаторском фрезе, на моей любимой самой пушке в игре, и как только, ребят, на данном ролике наберется 50 лайков, мы сразу будем записывать уже новый тест, нового устройства и новую имбу будем искать в этом духе. Ну и покупаем мы сегодня на фреза, как вы видели уже в ролике, я выбил фреза XT, и сегодня мы на него купим шоковую заморозочку, которая будет у нас давать очень такой жесткий эффект заморозки, посмотрим, насколько эффективно данное устройство вообще в принципе, и вообще, где с ним лучше играть, на каких картах, на каких форматах, ну именно я имею ввиду в матчмейкинге, где лучше его использовать. Давайте я попробую закликаться именно таки в захват флага, и я думаю, что данное устройство будет нагибать именно таки там, сейчас проверим, я его одел вообще в принципе, если я его не одел, да, все, одето у нас устройство, викинга фризик, и захват флага, давайте быстро пикаемся, и надеюсь, что сейчас нас закинет не на самую большую карту, потому что я уже с уверенностью могу сказать, что если это будет большая карта, где придется... О, отличная карта, просто шикарнейшая карта для данного устройства, давайте будем проверять вообще, насколько оно здесь будет жестко нагибать, я думаю, что даже с данным устройством было бы логично сыграть именно таки от дефа, а не ехать куда-то, где-то что-то увозить, дергать, не знаю, что-то еще делать. Ух ты, боже ты мой! Урон, конечно, данное устройство наносит очень-таки незначительно, но ту заморозку, которую она дает, это очень-очень серьезно, и я бы сказал, это хорошая заявочка на то устройство, которое может решать очень жестко в дефе. Быстро ставим флажочек, я думаю, что здесь надо просто ехать мимо противника, пытаться его как можно быстрее заморозить, и просто быстро на эзикаточке дергать флажочек. Давайте так же самое сделаем, так, хоп, одного заморозили, второго заморозили, блин, вот сейчас бы, если бы кто-то заходил в атаку и пытался бы увозить, но морозит оно отлично, просто знатно. Что касаемо урона, то я бы сказал, что урон, наверное, не такой значительно большой, как хотелось бы, но это, понятное дело, это устройство, и с данным устройством именно у нас происходит фикс на урон. Не такой он большой становится, но морозит, конечно, очень-таки знатно, прикольно и на гибаторске. Возможно, стоит поиграть именно с данным фризом именно-таки от дефа, не то, что даже возможно стоит, а я думаю, что именно данное устройство будет хорошо сочетаться в защите, не в атаке где-то там, где-то, может быть, на встрече, но, безусловно, стоит выбирать не такие большие карты. Вот, условно, тот же песок, сандал, кёльн, иран, бобруск, вот такие небольшие-таки средние карты, на которых данное устройство будет нагивать намного-таки лучше, чем на каком-то другом формате, даже, ну, захват флага, понятное дело, что в данном формате данное устройство будет приносить намного больше пользы, чем в условном, не знаю, контроле точек, но также и в штурме, если вы играете, ребят, за деф, данное устройство можно спокойненько-таки использовать, и оно будет очень-таки полезно. Пока я тут была боли, у нас уже увозят второй флаг, а надо было бы, конечно, мне стоять в защите, пытаться отдефать свой флажочек, но, так как мы уже начинаем лететь, я думаю, что надо бы уже поехать в атаку и попытаться увести флаг, меня уже готовы встречать, но надо как-то, как-то вот так вот аккуратненько проехать, подморозить данного игрока, подмораживаем его, и, блин, сейчас мне шафт как раздачу даст, ух ты, ух ты, боже, сколько меня фокусит, быстро надо бы переодеть, я думаю, модуль, так как там у нас много противников, играет на смоках и на громах, давайте возьмем резицы, смокы, громы, жиги, вот такой вот резистик возьмем, и попытаемся сейчас быстро увести флажочек, я думаю, что должно у меня сейчас это получиться, при том, что я заморозил уже двух противников, и быстро, 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 давай, 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 ах, шафт, как мне вписал неприятную плюху, но, я бы, ребят, вам, честно говоря, сказал бы, что 180 тысяч кристаллов за данное устройство, это, конечно, много, но в какой-то степени оно все равно себя окупает, и его можно считать имбовым, так как, ну, реально, вы можете использовать его в защите, за счет данной заморозки спокойно-таки крутить своего противника, делать с ним все, что вы хотите, при том, что я особо так и не замечаю, что у нас прям жестко пофиксен урон, но заморозка, конечно, это просто божественное, просто вот так вот делаешь, просто делаешь вот так вот, переключаешься уже на другого, тот пока еще там повернет свою башню, этого можно уже добить, ну, шикарно, шикарно в этом плане, конечно, и давайте попробуем сейчас вернуть флажочек, было бы неплохо, дотянуться, дотянуться, подморозить, и крутим, 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 давай, парень, вернешь, блин, не получилось у нашего парниша вернуть флаг, мы уходим в размен, и надо бы сейчас мне, конечно, наверное, аккуратно где-то от дефа сыграть, но, как говорится, я от дефа не играю, пойдем рисковать, и, фух, шафт не дает мне плюшку, это очень-таки хорошо, что я ее сейчас не получаю, подморозим его, и будем заезжать, 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 сколько там противников, боже, от дефают они сейчас, конечно, свой флажочек, но устройство меня, честно говоря, радует, радует, имеется та заморозка, которую я вообще, в принципе, хотел видеть, и мне интересно будет посмотреть после боя, посмотрим, насколько меняется у нас вообще, в принципе, урон с данным устройством, если это будет реально посмотреть, то я обязательно это посмотрю, почекаю, если оно будет показываться, то будет интересно вообще посмотреть, насколько процентов оно уменьшается, Ну, я бы сказал, что оно не особо так чувствуется, что у вас прям реально стал намного-таки меньше урон Баллон у нас не уменьшается, баллон такой же, даже если честно, я бы сказал, что баллон даже больше, чем на простом фрезе Сейчас на простом фрезе без всяких устройств баллон уходит нам, ну, по ходу дела, даже чуть-чуть побыстрее Кто, ребят, шарит, отпишите по этому поводу обязательно в комментарии Кто-то вообще, ребят, тестировал данное устройство, не тестировал, смотрели вообще, нагибает оно или нет Ну, я вам бы сказал, что да, его стоит покупать, если вы любитель данной пушки, как люблю её я, то обязательно можете её тоже прикупить Данное нагибаторское устройство, это уже, если не ошибаюсь, пятое устройство, которое я приобретаю И пока я не разочаровался ни в одном из них, и пока я, наверное, таки не прогадал Мне нравится такое устройство, при том, что я обожаю тогда, когда фрез мою реально вот морозит Это не то, что просто, я не знаю, что он делает, например, он наносит много урона, но не имеет заморозки Для меня это вообще полная глупость, так как главное преимущество данной пушки Именно вот в данной жесткой нагибаторской заморозке, а не в большом колоссальном уроне Я бы сказал именно это Так как эту пушку правильно реализовывать либо от дефа, вы играете чётко от своей позиции Либо вот вы играете в такого игрока, который постоянно крутит противника И просто за счёт этого налегке может нагибать и ничего противник уже не сделает Так как, ну, серьёзно, если ты крутишь его очень-таки круто, жёстко Ну, невозможно уже ничего сделать в такой ситуации Вы просто дизморалите как минимум противника Меня, если вот против меня играют такой, например, фрез А если ещё с таким нагибаторским устройством, которое я сегодня прикупил То это вообще очень-таки жёстко дизморалит И, блин, что делать? Вот реально против такого фреза Никто не хочет такого фреза точно подпускать к себе И не хочет, чтобы его так жёстко нагибали Вот так вот просто брали её, так замораживали, как я не знаю кого И ничего ты уже не сможешь делать, когда тебя просто уничтожают И давайте попытаемся вернуть данный флажочек Потому что у нас уже осталось минуты 30 до конца И было бы неплохо прямо сейчас вернуть этот флаг При том, что есть хорошая попытка, есть шанс, есть шанс как минимум Давайте, 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 давайте Заезжаем, 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 морозим, 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 морозим Башню заморозил и возвращаем, возвращаем 2-2 делаем, надеюсь, надеюсь наши ребята сейчас доставят флажочек Я пытаюсь подморозить данного шафта Ставим даже его так, пусть морозится Пусть нагибается сам, блин И делает, что он хочет И 50 секунд у нас до конца катки наши уже увозят Попытаемся сейчас очень-таки грамотно сыграть от дефа Давайте прожимаем сразу ДА-шку При том, что уже на флаг наш заходят Давай замораживаем, замораживаем, замораживаем Замораживаем, еще и минусуем Отлично, флаг, доставка И давайте эти 40 секунд поиграем именно-таки от дефа Где данное устройство реально будет приносить намного больше импакта Чем в той же атаке Поэтому давайте сейчас попробуем Если у нас будет прям вот такой жесткий заход Я на изи-каточке смогу заморозить противника И он ни за что не увезет данный флаг Если он будет пытаться его увозить То он будет это делать очень-таки долго Но с таким устройством по-другому быть и не может Ну и что касаемо урона Мы сейчас зайдем, ребятки, в гараж Проверим вообще все это Как оно работает на самом деле Потому что я, честно говоря, не помню Сколько урона у нас наносила данная пушка с ДД-шки Без именно-таки всяких устройств И поэтому давайте зайдем в гараж И вообще почекаем Может быть там при смене устройства это показывается Либо если не показывается Тогда мы быстро прогрузимся в катку И попробуем показать именно это там Сейчас у нас стоит 900 И если мы снимаем устройство Которое у нас установлено Поменяется ли у нас что-то? Нет, не меняется Хорошо Тогда мы сейчас зайдем, ребятки, в каточку Быстро вот это все проверим дело Потому что мне вот реально интересно Насколько в данном устройстве Понижается именно-таки урон на данной пушке И, наверное, это решает очень много Так как многие, наверное, думают Что не стоит покупать данное устройство Если сильно меняется у него урон Но я думаю, что это не так Сейчас мы это все дело быстро-таки На гибаторский проверим Так, если у нас танк без Получается ДА-шки То это 112 Если у нас есть ДД-шки 225 Так, хорошо Нажимаем Делит Переодеваемся Сразу же При том, что вот Редайлер Еще закидывает Отличная карта Тоже для фреза На этой карте Вообще мне очень колоссально нравится Играть на данной пушке Давайте Сейчас поменяем На стандартные Настройки И проверим Сколько урона Наносит данная На гибаторская пушка Уже При стандартных Своих настройках Сейчас еще разочек Зайдем, проверим Все ли я переодел Да, все четко Все четко на гибаторский И давайте найдем Танк, который не будет Иметь двойной защиты Где же мне его найти Так, этот парень У нас имеет резист Его точно сбить не надо Давайте заезжаем К противнику на базу Блин, мне тут уроны выдают Давайте, давайте Подъедем к этой рельсе И проверим Проверим Иди сюда Иди сюда, зараза Куда ты бегаешь от меня Он ДА-шку прожимает Значит, если я набивал 112 112 уже так С ДД-шкой 225 А там у нас танк не имел То есть В два В два Черт, в черт Раза В два раза Меньше урон Вы серьезно? Серьезно? В два раза меньше урон? Вот так вот Настолько сильно Отличается у нас Этот фриз Но При этом имеет Такую жесткую заморозку Я думаю, что В принципе По тому Бою, который я только что Играл, я бы сказал так Что Реально Когда вы играете То есть Но этого Вы не ощущаете Той вот конкретной разницы Так как вы сможете Спокойно, легко Заморозить противника Вы его обезвреживаете Потому что Ну вот Если я еду на таком фризе Да, он морозится Но он морозится В два раза меньше Ровно в два раза меньше И поэтому Я бы вам реально, ребят Посоветовал бы Купить данное устройство Если вы реально любите Играть на этой пушке Я Честно говоря Раты Я буду использовать данное устройство На небольших картах Так как Я любитель заморозки Если вы не любите То это явно Не для вас устройство Но Если Все-таки Вы любитель данной пушки Вы любите играть от дефов Вы любите морозить Вы любите Дезморалить своего противника То покупайте данное устройство Конечно Стоит 180 тысяч кристаллов Это не так много Не так мало Ну и в принципе Не так много Если честно Ну вот Как-то так, ребят На этом мы будем заканчивать Сегодняшний ролик Если он вам понравился То обязательно поставьте лайк Подпишитесь на канал Если вы еще вдруг не подписаны Также, ребят Нажимайте на колокольчик Чтобы не пропустить новый ролик Но у меня на этом все Спасибо за просмотр Всем удачи И всем пока